Камикадзе, Дима, добро пожаловать, спасибо за интервью. Здравствуйте. Можно ли говорить о том, что костяк нового протестного движения в России – это пользователи Рунета? Я бы не стал говорить, что именно костяк. Важно еще понимать, что никаких возможностей, кроме как в интернете, обсудить политику нет на ТВ. Другие мнения приглашаются в студию исключительно, чтобы над ними издеваться, зашуметь аплодисментами, как это происходит в передаче «Время покажет» на первом канале, где открытый ведущий говорит «Так, я вам не буду давать говорить». В интернете, если ты кому-то будешь затыкать рот, разумеется, это вызовет кучу вопросов. А насколько российские блогеры оппозиционны к власти? Костяк. Нельзя сказать, что какой-то оппозиционный, такого нет. Есть понимание у людей, что они видят необоснованное вылизывание чиновникам, депутатам. Они тут же дизлайкают ролик, они тут же пишут гневные комментарии. Когда я рассказываю про то, что не платят зарплату шахтерам, здесь ничего оппозиционного нет. Это адекватная точка зрения. Есть ли вот эти лагеря про властных блогеров или оппозиционных блогеров? Есть, конечно, лагеря именно, да, возглавляет лагерь про властных блогеров, это Шарий. Человек, который нагло врал, что не будет лезть в дела России, но как только из Камеля поступила либо денежка, либо указания, либо совет, тут же понеслись ролики один с другим про Навального, про протесты, как горячие пирожки. Мы видим группы фабрики троллей. Какие еще способы используются для того, чтобы взять под контроль эту область? Под контроль они точно эту область не возьмут, это невозможно. Это вот, знаете, я учил, но не выучил, в школе было. Предпринимать нелепые попытки говорить о том, что они в интернете преуспели? Нет, они преуспели в том, чтобы пораньше людей на улице схватить, а это они справились, молодцы. Здесь ума не надо. Но ведь как-то российские власти на интернет влияют? Возможно лишь натравливать полчища ботов. Как только ролик выходит в топ Ютьюба российского, тут же с Савушкина или с Ольгиной идет команда, и туда отправляются товарищи, у которых по 10-15 аккаунтов, и они регистрируют новый аккаунт. Это вот фабрика троллей Пригожина, о которой уже столько говорили. Вот на этой неделе, как пример яркий, мы обнаружили в соцсети ВКонтакте фальшивую фейковую группу. У подписчиков всего 12, но при этом они выступают от имени канала в настоящее время, они используют логотип канала и при этом постят совершенно откровенную пропаганду кремлевскую. Это типичный пример. Это было еще давным-давно. Я помню, когда выходили в 11-м году люди, то топ Ютьюба был закидан роликами, схожими по тегам с теми роликами, которые висели в топе, оппозиционными, адекватными, не хочу называть даже оппозиционными. Они закидывали, чтобы по запросу Путин в митинге выскакивало то, что они хотят, чтобы выскакивало. Всякая билиберда, всякие мультики про Путина, еще какая-то чушь. Люди не будут этому верить, но для чего это делается? Чтобы по запросам в Гугле в Яндексе индексировалось не то, что делаем мы под настоящими нашими логотипами. А если мы возьмем ситуацию с последними протестами 12 июня? Вот эти методы были опробованы в Рунете? Это было действовано только на Яндексе, но алгоритм Яндекса уже давно известен, который единственную новость в топ, это новость, что Навального задержали у подъезда. Вот это висело в топе Яндекса. Здорово. Все. Можно ли отчасти считать, что социальные сети составляют конкуренцию средствам массовой информации? Если так, то кто побеждает? Через 20-30 лет поколение людей, которые слепо верят телевизору, слепо верят людям, у которых плашечка эксперт появляется, перестанут существовать эти люди так или иначе, они перестанут осуществлять воли и изъявления на выборах, и телевизор будет бесполезен. Разумеется, выкидывать телевизор у ваших родных не имеет никакого смысла, надо, чтобы они сами в интернете бы искали нужную информацию, а в интернете это огромный шведский стол. Телевизор это чебуречная, в которой вот есть водка, есть чебуреки с мясом, есть чебуреки с сыром. Больше ты не можешь ничего выбрать. А интернет это может быть и помойка, но в этой помойке всегда можно найти стоящую информацию по вопросам, которые касаются именно вас.